Величайший педиатр 20-го столетия, основатель кафедры педиатрии Роман По, академик Георгий Нестрович Спиранский, начиная цикл лекций, всегда вспоминал своих предшественников. Их портреты висели в его кабинете, напоминая, что опыт – это главная составляющая медицинской науки. Медицина 21 века развивается с невероятной скоростью. Но, как показала пандемия коронавируса, медицинская наука – это прежде всего опыт. Опыт диагностики и лечения маленьких пациентов. Цикл передач «Диалоги с профессором» является уникальной возможностью познакомиться с опытом ведущего педиатра страны. Заведующая кафедрой педиатрии имени академика Спиранского, Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, заслуженный врач России, профессор Ирина Николаевна Захарова совместно со своими собеседниками разбирает интереснейшие случаи из своей обширной практики. Дорогие доктора, вы тоже можете вступить в диалог с профессором. Ирина Николаевна ждет ваши вопросы. Ее ответы придут на вашу электронную почту. Итак, Ирина Николаевна начинает. Дорогие коллеги, друзья, мы рады нашей новой встрече. Сегодня мы проводим очередную встречу, которая посвящена проблемам со стороны кожи с известным педиатром Ольгой Витальевной Зайцевой. И наша встреча состоит из двух частей. Ольга Витальевна будет говорить, поскольку она является известным иммунологом, аллергологом, пульмонологом, педиатром. Ольга Витальевна будет говорить опять о сухой коже, поскольку это важная проблема. А мы с моим ординатором Викторией Викторовной Пупыкиной будем говорить о гигиене кожи и о микробиоте кожи. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с Викторией Викторовной решили поговорить вначале о гигиене кожи. Ну и поскольку менялись наши представления обо всем, мы поначалу хотим немножечко вспомнить вообще, что такое слово гигиена и как это было в разные времена. Ну вот у греков гигиена была тесно связана с религией. Греки обожествляли врача Асклепия. Ну вот мне так довелось быть в том месте, где работала Асклепия. Сегодня там кое-что сохранилось и есть музей. У Асклепия и его дочерей Гигии, или потом ее назвали Гигиена, или Панакия, отсюда произошло слово Панацея, то есть она покровительница лекарского дела. Вот такие вот две известные дочери были у Асклепия. Ну вот Панакия здесь, или Панацея, видите, она в таком красивом обрамлении, ну похоже это на дерево, да, а Гигиена, так или иначе, ее облик всегда со змеей. Первый храм Гигиены появился в VII веке до нашей эры, и ее статуи я как раз видела на Каринфе. И представление суммировал о гигиене как основе здоровья знаменитый врач Гиппократ. Вот мы практически всегда начинаем с Гиппократа, и у него действительно все, что можно найти. Поэтому мы видим, что человек, который жил 2500 лет назад, он фактически дал основы нашей медицины. И вот что касается греков, то греки обязательно мыли руки перед едой, мыли тело перед ужином, и это все описано в Одиссеи. Поэтому греки, вы видите, следили за чистотой, и мыли тело вечером перед ужином, и мыли руки перед едой. Что касается Ветхого Завета, пожалуйста, Вика. Ветхий Завет содержит ссылки, которые включают первое в 1850 году до нашей эры наставление Аврааму о том, что все израильские младенцы мужского пола должны быть обрезаны на восьмой день. Матери должны приводить своих сыновей в храм через 40 дней, а дочерей через 80 дней для очищения священникам и жертвоприношениям животных. Древние времена, только зрелые, здоровые младенцы считались пригодными для жизни. Недоношенным и деформированным разрешалось умирать от воздействия холода, голода и даже жертвоприношениям. Вот, дорогие коллеги, мы даже с вами не можем сегодня понять, как производился вот этот страшный отбор. То есть практически младенцев, которые по внешнему виду казались не очень зрелыми или здоровыми, их просто уничтожали. И вот обратите внимание, что в Древнем Риме младенцы не считались людьми, и детоубийство не считалось беспринципным, аморальным поступком, преступлением против себя и природы. И женщины сами избавлялись от новорожденных детей. Если рождался ребенок, обратите внимание, который кому-то казался небезупречным по форме, по размерам, который слишком мало или слишком много кричал, или по каким-то признакам не подходил к описанию в гинекологическом трактате, назывался этот трактат, как определить, стоит ли воспитывать новорожденного, то его убивали. И если первому ребенку обычно сохраняли жизнь, если это был мальчик, девочки ценились меньше. И вот писал Иларион своей жене Алис. Иларион ушел на войну, описал своей жене Алис, первый век до нашей эры. Если повезет, и ты родишь ребенка, дорогие коллеги, обратите внимание, если повезет, потому что многие женщины не могли рода разрешиться, их тоже убивали, потому что тогда принимался закон в пользу новорожденного ребенка. Если ты, ну и проводили кесарево сечение, а поскольку не умели его делать, то женщину оставляли, она истекала кровью, а младенца вытаскивали с живота. Если повезет, и ты родишь ребенка, то если это будет мальчик, пусть живет. Если же девочка, брось ее. В результате практически в Греции мужчин стало гораздо больше. Эта ситуация была типичной для Запада до самого Средневековья. И только в Средневековье начали осуждать убийство законных детей. И начала вот эта вот разница между мальчиками и девочками сокращаться. Вот интересно то, что было описано Дельфы. А Дельфы, это вы знаете, в Греции, да, были дельфийские законы. Вот обратите внимание, 600 семей, записи второго века в Дельфах, лишь один процент семей имел по две дочери. Убийство законных детей даже состоятельными родителями было настолько привычным, что полюбий считал это причиной обезлюдения Греции. Люди впадали в такие причуды, как скупость, праздность. Они не хотели жениться. А если женились, то растить детей, но не больше одного-двух. Коллеги, ничего это не напоминает? До четвертого века нашей эры ни закон, ни общественное мнение не осуждали детоубийство в Греции или в Риме. Теперь Аристотель Анасис. Есть что касается того, бросить или воспитать родившихся детей, писал Аристотель Анасис, то должен быть закон, по которому неуродливого ребенка надо воспитывать, а уродливых надо убивать. Но что касается числа детей, если действующие законы препятствуют тому, чтобы кто-то из новорожденных был выброшен, то должен существовать предел воспроизведения потомства. Муссоний Руф в сочинении «Следует ли воспитывать каждого новорожденного ребенка?» Вот посмотрите на этого уродливого Муссония Руфа, который без шеи совершенно. То он говорил о том, что братьев не следует убивать, поскольку их совместное воспитание полезно, значит, только братьев. Аристи, вторая картинка, говорит, что мужчина может делать со своими детьми и все, что ему заблагорассудится, разве мы не сплевываем лишнюю слюну, либо не отшвыриваем вошь, как нечто ненужное и чужеродное. То есть дети – это слюна, дети – это вошь. Ну, Сенека, мы видим, что он был более благородный, в кавычках, допускал убийство лишь больных детей. То есть это не осуждалось. Это было даже законодательно затверждено. Ну вот, если мы вспомним Гиппократа, то Гиппократ лишь вкратце упоминал новорожденных, но предполагал, что они нуждаются в особом уходе. Аристотель описывал, интересно, доение крови обратно в поповину, как лечение белой асфиксии. Сегодня мы с вами говорим об отстроченном перерезании поповины, говорим о том, что там есть стволовые клетки. Вот откуда у него эти были знания? То есть он понимал, что раннее перерезание ведет к анемии. Ну, видите, лечение белой асфиксии, а это же тоже бледный ребенок, это анемичный ребенок. Ну, а дальше смотрите, арабские врачи, которые жили в 70-х годах нашей эры уже, натирали кожу ореховым маслом и соли перед пеленанием. Ну, вот в отношении соли мы с Викторией Викторовной понимаем, что это вредно, да, потому что соли высушивает и разъедает кожу, а кожа новорожденного незрелая, она не имеет всех тех слоев, агрессивная среда ее повреждает. Хотя сегодня мы понимаем, что есть так называемая кислотная мантия, да, которую надо сохранять, она тоже обладает защитным действием. Но вот ореховое масло, это, наверное, было правильно, да, потому что сегодня мы эту кожу все время зажириваем, ну, а ореховое масло содержит полиненасыщенные жирные кислоты, то, наверное, то, что внесли в практику арабские врачи, ну, они рекомендовали масло очень хорошее, которое у них было. Ну, вот дальше идет распространение христианства по Европе, Ближнему Востоку, и это привело к изменениям в отношении ухода за матерью и младенцем. Пожалуйста, Виктория нашла очень интересные данные по обряду первого омывания ребенка и нашла, видите, уже достаточно свежие данные, которые были записаны, описали это в монастырях, это Макаревский известный монастырь, Клагривский, Варнавинские уезды. Пожалуйста. Да, в данном обряде первого омывания было описано, что едва новый человек узрит цвет Божий, поветуха кладет его в корыто и начинает мыть. Затем немедленно принимается запаривание новорожденного, приговаривая, чем вырастет он и будет бабушек и мамушек дарить. По окончании этой операции бабушка свивала ребенка и снова прочитала. Слова эти произносились с той целью, чтобы никто не сглазил новорожденного, уроки, чтобы не прошли даром и чтобы утешена не взяла. Уважаемые коллеги, ну вот вы дальше будете много слышать, что очень много прав, в кавычках, было у поветухи. И она пыталась что-то исправить. То есть ей вот просто давали ребенка, она должна была выправить нос, уши, ноги. Вот если ноги кому-то казали, что они кривоватые, то их начинали туго спеленывать, то есть как бы поветухи давали возможность все исправить. И даже называли это операциями. Ну а дальше вот это свивальники, о которых мы с Викторией еще поговорим. Но, дорогие коллеги, с сегодняшних позиций мы понимаем, что класть в корыто и мыть, и смывать послеродовую смазку не надо, потому что Всемирная организация здравоохранения запретила на сегодняшний день смывать эту смазку. Потому что вот тот слой липидов, который есть в этой смазке, который сохранял его в утробе, чрезмерном намокании, правда? Потому что он же в воде плавал. А вы представьте себе, 12 часов и побудете в воде, какая у вас кожа станет. Поэтому вот эта смазка защищала. Ну и сегодня эту смазку не просто защищают, а ее даже рекомендуют вот так втирать, потому что там важнейшие липиды. Ну вот, опять же, то, что нашла Виктория, это общество любителей естествознания, опубликованное в 1887 году, вы видите, опять повитуха как бы пыталась слепить новорожденную. Смотрите, она гладила голову, придавая ей окружность, сжимала ноздри, якобы она делает ему красивый носик, ровняла ручки, ножки. Но самое интересное, что ребенка заворачивали в грязную отцовскую рубаху. То есть смысл в том, вот я совершенно не против того, что понятно, что никаких пеленок не было, была в доме ветошь. Ну вот то, что осталось, отец носил, носил эту рубаху. Но почему грязная? То есть представьте себе, его обмыли, лишили его смазки, которая его защищала, и завернули в грязную отцовскую рубаху, то есть которая в поле он неделю работал, потому что русский народ мылся раз в неделю в бане. И представьте себе, что было с этой рубахой, которую неделю он в поле носил. Но смысл, что старая поношенная вещь будет служить связью, ну и главное, ее не выбросили, и завернули ребенка вместо пеленок. Хотя мы понимаем, что там и швы всякие, то, что не очень как бы ребенку мягкое, и так далее, могут быть эти швы грубые, потому что не было ведь никаких машинок, все это шили вручную. Но смысл-то был в том, чтобы он имел связь между поколениями, что пропитавших духом отца, он должен быть приобщен к человеческому роду. После этого против этого совершенно мы с Викторией не против. Но для чего заворачивать в грязную рубаху, поскольку мы с вами понимаем, что гнойно-септическая заболеваемость, она очень велика именно в первый месяц жизни, и каждый педиатр отмечает на участке, чтобы, не дай бог, у него не было никакой гнойно-септической заболеваемости, мне это непонятно. Чистая ветошь, да, я против этого не возмущаюсь. Пожалуйста, Вика. Вода, в которой первый раз смыли ребенка, по народным представлениям считалась нечистой, поэтому ее выливали в избе в угол, чтобы никто не перешагивал через это место, так как перешагнувший может стать несчастным и нечистым и передавать свою нечистоту ребенку, который потом захворает. Коллеги, ну вы знаете, что в домах был земляной пол, да, поэтому грязь, собственно, в этом доме была, подметали, ну и в какой-то угол, который был, ведь все выливали прямо в избе на этот земляной пол. В крестьянской среде младенца обмывали тоже после родов и парили, причем вот страшно, вот это парение, которое нашла Виктория, да, сейчас она об этом расскажет. Коллеги, потом его крестили, но крестила просто его, как говорится, фигурально выражаясь, поветоха, потому что потом его несли в церковь для настоящего обряда крещения, а здесь она его просто крестила, как бы он лежал. Поэтому дальше соприкосновение с водой могло носить только эпизодический характер. Вот смотрите, в ряде местностей после крещения не мыли шесть недель, то есть полтора месяца, считалось, что ребенок цветет. Многие ведь до сих пор называют те высыпания на коже, которые есть, по-прежнему врачи говорят, он цветет, и под этим цветением мы очень часто видим первые проявления атопического дерматита. Считалось, что ребенка мыть нельзя. Младенец в дальнейшем мылся точно так же, как и взрослый, раз в неделю в бане. Да, его могли ополаскивать, иногда не делали это. И смотрите, что делали. Ну, пока его брали либо ветошь, либо сеном. Ну, в общем, вытирать кожу сено не мягкое, да, может поранить нежную кожу. Поэтому сегодня с современных позиций мы считаем, что это варварские рекомендации. Дальше, Века, давай. В народе считалось, что дитя из утробы матери рождается сырым. Отсюда и пошел обряд в некоторых регионах доделывания или допекания. Малыша заворачивали в пресное ржаное тесто, привязывали к лопате и сажали в теплую печь, подобно хлебу. Недоношенного или слабого малыша мать перераживала, трижды протаскивая свое чадо через ворот сорочки, сверху вниз, тем самым провизируя возврат ребенка в иной мир и повторное его рождение. Коллеги, а помните, откуда сказки про бабу-ягу, которую сажали на лопату и в печь? Ну вот это, конечно, обряд допекания – это ужас. Потому что кто-то его передержал, он просто умер или сгорел. А представляете, как ему там было лихо, потому что его сажали в печку, там угли, а тесто мгновенно начинает печься, и ребенку жарко. Поэтому ужас, то есть сырой ребенок его допечь. Ну а дальше вот то, что уже материнская рубаха через ворот сорочки сверху вниз, то есть это опять повторное его рождение. Ну вот в этом определенный смысл был. Пожалуйста, Вика, теперь про европейцев. Да, европейская традиция, она не знала мытья в бане, и они считали, что мытье детей в печи – это просто варварский способ, который подлежал искоренению как практика. Указывалось, что втаскивать маленького ребенка в горячую печь нельзя ни при каких обстоятельствах. При этом обязательным считалось ежедневное мытье ребенка в корыте. В традиционной русской культуре существовало представление, что купание ведет к простуде. И вот в изложенных Буховцевой писаниях по уходу за грудными детьми указывало, что купать можно только совершенно здоровых детей и только в хорошую погоду. Есть дети, которые не переносят купание, то есть захварывают каждый всякий раз, когда их купают. Коллеги, ну правда ты в этом была. Представьте, его намыли в горячей бане, а баня, вспоминайте, деревни, которые еще кое-где остались, иногда 200 метров от дома, то есть там еще недалеко может быть река, ручей какой-то, а дальше на сколько его завернули и тащат. С одной стороны тащат дом, с одной стороны это закаливание, с другой стороны действительно есть вероятность, что его простудят. Ну вот Вика, видите, нашла и источник, откуда она это взяла. Дорогие коллеги, мысли о том, что детей следует приучать к холодной воде, встречаются уже у Руссо. Ну видите, воспитание, закаливание. Ну и правда русские дореволюционные авторы не настаивали на пользе холодной воды. И здесь мы с вами можем понять, какая разница температур в Европе была и какая разница температур. Ну вот рассуждение о необходимости закаливания уже в дальнейшем Вика нашла только в брошюрах именно советского времени. Ну вот, коллеги, мы опять немножко возвращаемся к тому, что было на Западе. И один из них, такой великий греческий врач, Саран Эйфеский, который, например, описал такое яркое, сделал описание Рахита. Представитель школы была такая методика, она была в Риме уже во втором веке нашей эры. И уже он был акушером, он был единственным античным педиатром в современном понимании неонатологом и даже перинатологом. И вот он описал ведение детей, начиная с внутриутробного периода, от зачатия до рождения, практически до года жизни, разработал положение о гигиене, о ведении детей, о кормлении и от рождения до отнятия от груди. Поэтому мы вам периодически будем из Сарана Эйфеского все рассказывать, потому что это интересно. Но вот он отрицательно относился к традициям германцев, скифов, некоторых греков погружать только что родившегося ребенка в холодную воду. Он замечал, что у некоторых детей чрезмерно чувствительных, может быть, даже судороги или апоплексии. Ну, понятно сегодня, потому что тем самым, да, мы создаем крайнюю резкую ситуацию в виде стресса для организма ребенка. А те, которые имеют какую-то предрасположенность, они, естественно, могут на эту явно стрессорную ситуацию прореагировать. Ну и обратите внимание, в Саран Эйфеске выступал против существовавших тогда способ вытирания кожи чистым вином, смесью с солью, с детской мочой, с порошком мирта, чернильных орешков. Это все вызывало очень сильное раздражение. Ну, а вино, наверное, которое попадало в рот, опьяняюще воздействовало на ребенка. Ну, что касается вина, то мы понимаем, что чистой воды как бы не существовало. Те, кто смотрел фильм «Парфюмер», да, тот видел картинки в самом начале, когда его родила мать, да, и бросила фактически, в какой грязи они жили, какой был тогда Париж без канализации. Поэтому, естественно, вино, видите, чистое вино, потому что оно бродило, и там появились определенные полезные микробы, а грязные микробы не погибли. Поэтому, то есть те, которые, микробы, которые вызывают болезнетворные заболевания, они погибли. Но вино, чуть позже покажу, поили ребенка. Я вот не понимаю, почему нельзя было воду прокипятить и сделать ее свободной. Но, тем не менее. Пожалуйста, Вика. По его мнению, кожа ребенка нужно было посыпать тонким слоем соли, тщательно избегая попадания ее в глаза и рот. Этот обычай был распространен с глубокой древности в культуре Средиземноморья. По окончании присыпок кожу обмывали теплой водой. Носовое отверстие, полость рта и ушные отверстия освобождали от находящихся в ней слизи при помощи пальцев. При смазывании век маслом удаляли находящуюся на них густую жидкость. Аккуратно отстриженным ногтем мизинца разглаживали отверстие заднего прохода, разрывая возможное сращение его с тонкой перепонкой. Вика, остановись секунду. Коллеги, вот очень интересно. Все время описывается, что кушерка своим ногтем, а ведь ногти грязные, разрывала, например, уздечку языка. Или, видите, то есть сращение тонкой перепонкой, то есть получается стынос ануса, то есть мембранозная форма, она могла именно разрушать ногтем. А уже где эти ногти побывали, сколько грязи там находится, там одному господу известно. Поэтому, видите, акушерка фактически или повитуха, она была еще и лекарем. Пожалуйста. На поповину накладывали пропитанную маслом ветошь, причем ею надо два раза осторожно оббить отрезанный конец, оставить его на середине живота и укрепить сверху слегка давящей повязкой. То есть опять масло, как консервант, и все, видите, вот какая-то ветошь, пропитанная маслом, и перерезанную поповину оббивали. Саран также подробно описывал купание и растирание ребенка. Купать ребенка следует ежедневно, занимается этим кормилица. После ванны делают массаж, так называемое растирание. После вытирания полотенцем тело ребенка смазывают теплым оливковым маслом и производят растирание для приведения различных частей в нормальное состояние. Положив ребенка спинкой вверх, ладонью правой руки растирают спинку по направлению от левой ягодицы к правому плечу и от правой ягодицы к левому. Потом растирают ножки и все тело. Но это опять пытались как бы исправить какие-то дефекты, да? То есть вот это все либо кормилица, либо повитухи, у нее были такие права, да? То есть приведение различных частей в нормальное состояние. С целью успешного заживления пупочной ранки Саран рекомендовал использовать прокаленный и промытый свинцовый порошок. Но лучше всего было положить его на область пупка кусок кости в форме шарика. Давление его способствовало нормальному западению пупочной ямки. Ну, то есть это то, что некоторые сегодня пятак кладут, да? Для того, чтобы не было грыжи. Но, коллеги, смотрите, прокаленный, промытый свинцовый порошок. А насколько этот свинец мог принести вред, да, если он попадал в пупочную ранку, тоже одному господу известно. Пожалуйста, Вика, она нашла очень интересный устав для женщин Фроческо до Барберина. Пожалуйста. О том, как менять подгузники и мыть ребенка. А по окончании процедуры мытья необходимо не забыть натереть его ностры и суставы хорошим оливковым маслом. Видите, то есть оливковое масло, как и Малент, использовались на протяжении тысячелетий. Первым делом нужно наглухо закрыть в доме все двери и окна. Няне следует сесть поближе к печке, вытянуть ноги, положить под колени подушечку и накрыться со всех сторон плащом, чтобы на ребенка не надуло. Но тот, кто из вас был в замках, тот знает о том, что замки были холодные в них и летом очень холодно и в основном там копился камин и, соответственно, было жарко только у камина. Поэтому, видите, няня должна сесть поближе к печке, выйти над ноги, так, чтобы не надуло, потому что были еще и сквозняки. Если он сильно покакал, няня может подмыть малыша специальной льняной тряпочкой, смоченной в воде и в вине. Менять пеленки необходимо три раза в день, в семь часов утра, в полдень и в семь часов вечера. Также писалось, что он рекомендовал менять их еще раз в полночь, но эта практика в тех краях пока не устоялась. Коллеги, посмотрите Жак Гильон, 1612 год. Сегодня говорят, вот мы проводили исследования с англичанами по подгузникам в свое время с профессором Заплатниковым, и у нас были нормы, то есть мама, которая использовала подгузники, а мы сравнивали с марлей, должна была их использовать шесть-восемь раз в сутки. Поэтому, видите, вот тогда три раза меняли, но лучше он писал четыре раза. Ну, а сегодня мы даем рекомендации, что каждый раз после того, как ребенок покакал, конечно, его надо обмыть либо обтереть специальными вот этими приспособительными там тряпочками и так далее для того, чтобы убрать фекалии, которые могут разъесть попу. Ну, вот как было на Руси. Сразу после рождения повитуха перерезала пуповину, совершала обряд первого купания, воду для очистки. Обратите внимание, опускали серебряные монетки, но мы понимаем, что это чисто символически, потому что что там могла сделать серебряная монетка, чтобы очистить эту всю воду. Это хотя бы длительное время они не должны находиться были. В лечебных целях добавляли череду и соль. Опять та же самая соль. В советские времена это была марганцовка. С сегодняшних позиций мы понимаем, что марганцовка вредна. Ну, во-первых, разная концентрация кристалла, которые могут разъесть кожу. Ну, и самое главное, сегодня мы с вами не убиваем микробиом, а марганцовка уничтожает все. Поэтому с этих позиций вы видите, да, череда некоторыми родителями используется, но череда тоже, в принципе, может раздражать кожу. Поветуха обмывала тельца тоже с самого начала и крестила его символически. В течение первых сорока дней и родильницу, и новорожденного не показывали людям, боялись сглаза. После этого ребенка начинали выносить, повторно крестили уже в храме и откладывали от матери отдельно в колыбель. То есть первые сорок дней ребенок был вместе с матерью. Хотя, дорогие коллеги, часто это нарушалось, потому что вы слышали из предыдущих наших выступлений о том, что некоторые женщины шли в поле на работу, иногда на второй, на третий день после родов, а ребенок оставался на попечении детям до 10 лет, потому что старше 10 лет шли в поле либо пожилым бабушкам и дедушкам. Поэтому, соответственно, его, конечно, клали в колыбель. Дальше, для того, чтобы ребенок был здоров и спокоен, люльку укропили святой водой, окуривали ладаном и клали внутрь крестик. Первой пеленкой сына служила отцовская рубаха, дочери материнская. Пронеся новорожденное первый раз в избу, рожали часто в бане. Бабка передавала отцу, который клал его в люльку и официально признавал его своим ребенком. На сороковой день мать новорожденного входила в храм. Мать выслужила очистительную молитву, владенец воцерковлялся, то есть вводился в общину верующих. Первые послеродовые дни женщины, родственницы, соседки, в основном детородного возраста, приходили проведывать роженицу и приносили ее семью и в ее семье различную еду, хлеб, булку, пироги, печенье. Ну, опять же, наверное, это было символически, потому что мы не знали, как себя чувствовала роженица, ну и, соответственно, наверное, она не могла готовить, то есть видите, как помогали. Пожалуйста, Вика. Первое пеленание ассоциировалось с противодействием смерти. После купания ребенка заворачивали в рубаху отца не новую и не чистую. Это не просто символизировало связь, но и означало принятие ребенка отцом. Считалось, что старые вещи осуществляют передачу благ и ценностей от одного поколения к другому. Детские пеленки и рубашки делали из старых вещей родителей. Новорожденного после обмывали, пеленали в нательную старую рубашку. На голову платок тоже старый и подгузник. Обвивали ребенка свивальником. А вот теперь, дорогие коллеги, Вика нашла как раз вот эти предметы. Ну, с одной стороны мы видим полотенце, да, а с другой стороны вот этот вот свивальник, которому свивали ребенка после рождения. И это подлинники из музея. Ну, вот свивальники, такие длинные бинты, вот здесь вот как раз нарисован, да, ребенок, который в свивальнике. Это все продержалось практически до середины 20 века и считалось, что такое тугое пеленание защищает маленькие ножки и ручки от повреждений выпрямляет. Помните, как свивали? А сегодня мы понимаем, что это ведет к рахиту, потому что ребенок не двигается и сегодня мы рекомендуем с самого начала ребенка держать в ползунках, тем более, что есть прям ползунки совсем малюсенькие даже для недоношенных детей. Ну, вот видите, тугое пеленание это была мера безопасности, потому что ребенок, который так свит, конечно, он не может выпустить из колыбели, он не перевернется и так далее. Ну, а вот этот ребенок, который второй, не просто в свивальнике, а у него еще там какое-то полено, наверное, да, потому что его вот так вот еще и ставили, свивали и таким вертикально ставили, чтобы он мог смотреть на всех, то есть никаких манежиков не было, соответственно, креслец, да, и таким образом ребенок мог как бы со всеми общаться вот так вот с Витой. Пожалуйста, Вика. Теперь отношение к пеленанию совершенно иное, поскольку исследования показали, что ровность ног не зависит от техники пеленания. Наоборот, рост костей требует движения. С 80-х годов педиатры выдвинули лозунг за широкое пеленание. Смысл этой меры – своевременное формирование костей, входящих в состав тазобедренного сустава. Между ног малыша помещали определенным образом сложенную пеленку. Сейчас эту миссию выполняет одноразовый подгузник. В 20-е годы была изобретена пеленка кокон на липучках, вместо сложного многоступенчатого ритуала пеленания липучка, что упростило этот процесс и сделало его абсолютно доступным. Коллеги, пеленка кокон на сегодняшний день может быть использована только для беспокойных детей. Вы знаете, что некоторые мамы жалуются, что ребенок как начинает шевелить ножками, так он просыпается. Поэтому дети, которые вздрагивают, которые просыпаются, плохо спят, опять же, это не такой тугой кокон, а вот такая пеленка, кокон на липучках, которая, может быть, в ряде случаев использована. Ну вот, было еще в городах обычаи подношения новорожденному денег на зубок и на обмывание ножек. Когда ребенку исполнялся один год, то его впервые подстригали. Дело это та самая повитоха, которая принимала роды. Она сначала выстригала на голове ребенка крест, потом состригала все волосы. Богатые люди ставили ребенка ножками водку, чтобы он начинал быстрее ходить. В этот же день крестная мать дарила своему крестнику рубашку и впервые подпоясывала его. После окончания церемонии устраивались угощения для повитохи и соседей. У русских в колыбели детей держали 9 месяцев. Обязательно туго с пеленками, ну понятно, чтобы не выпал. Держа ребенка на руках, женщина часто закрывала или обволакивала его своим платком. Ну, опять же, платок символично, он мамой пах, да, и таким образом пологом над колыбели была непростая ткань, опять же, материнская одежда, которая символизировала ее самую. Ну, коллеги, немножечко мы с Викой расскажем вам про мыло, потому что мыло впервые было изобретено очень давно, и на самом деле сегодня практически, да, древние все эти технологии по производству мыла, они делаются из щелок, то есть раствор золы в воде. И вот смесь масла и золы применялась для мытья даже в Вавилонии. Ну, вот развали на Вавилонии, я вот здесь вот нашла, да, и 2200-й год до нашей эры даже способ приготовления мыла был зафиксирован на глиняной табличке, делая все он из козьего жира и золы с нагреванием и добавкой какого-то ароматизатора. Пожалуйста, Вика. Рецепт мыла был известен египтянам около 1550-го года до нашей эры. Финикийцы начали производить подобное мыло уже около 600-го года до нашей эры. Греки использовали для мытья оливковое масло. Им умещались и снимали масло с грязью и отмешив кожи специальными скребками, которые назывались стленгис, а также пемзу и губки. Вот видите вот этот вот скребок, который нашла Виктория именно на гравюрах тех лет. А вот это как раз папирус Эберста. Это сегодня такой один из самых древних документов, где способы врачевания, по уходу за людьми, то все это вот на папирусах сегодня расшифровано. Ну вот слово мыло происходит от названия древнеримской горы Сапо. Вот она гора. У подножия были жертвоприношения богам и, соответственно, зола и жир, который вытапливался при сжигании животных на костре, все это смывалось дождевой водой в реку Тибр, которая течет в Риме. И обратили внимание, что вода, которая течет ниже этого места жертвоприношения, она становилась пенистой и белье отстиралось легче. Вот отсюда люди и придумали мыло, то есть гора Сапо, да, и вот как бы жертвоприношение. Пожалуйста, Вика. Сразу после рождения ребенку необходимо было обложить со всех сторон лепестками роз и натереть солью. Если кто-то из родственников захочет запеленать малютку, поможет опытная няня. Подобно воску ребенок вырастет таким, как сделает его няня. Но вот что касается производства мыла в России, то его привез опять же Петр I. И до середины XIX века оно было доступно для знатных горожан. А крестьяне пользовались вот этим щелоком, который состоял из воды и золы. Вот вы видите монахи, которые готовят мыло. теперь очень интересный указ Петра I о достоинстве гостевом на ассамблее быть имеющимся. Вы помните о том, что Петр I долго был в Европе, большое время он прожил в Голландии, осваивая корабельное строительство, и он, как бы пригласив иностранных гостей, очень опасался нашей неопрятности, дикости какой-то, поэтому издал очень интересный указ о достоинстве гостевом на ассамблее быть имеющим. То есть перед появлением многонародным гостю нужно быть мыту старательно, без пропускания он их мест, брит тщательно, чтобы нежностям дамским щетины мерзкий урон не нанести, голодно наполовину и пьяную самую малость, а то и вовсе, для того, чтобы не опозориться. Поэтому вы видите, как он приучал народ к мытью, особенно не пропуская он их мест. Поэтому мыло варенье, вы видите, оно началось с этого момента, то есть стали использовать воду и щелок, ну, понятно, для этого было все, и леса, и сало, рубили деревья, жгли залу, заваривали, делали щелок, выпаривали, получали эпатаж. И вот варианты мыла, да, то есть русское мыло, бракар и так далее. А вот туалетное мыло для дам и господ с парфюм и бальзам, завод крестовниковых. Мыло должно созревать, и с возрастом считают, что оно становится только лучше, старое мыло нежное, больше пенится, меньше раздражает кожу. И вот здесь я нашла картинку, самое дорогое мыло в мире, его делают, называется оно катер, делают его вливание вручную, 160 грамм вот этот кусочек стоит 2800 долларов. Внешне это обычное оливковое масло, но туда вкраплено 5 граммов алмазной и 17 граммов золотой пудры. Ну, для чего это нужно, но это понятно, что, наверное, это уже какие-то для богатых господ, какие-то их замашки. Что касается Европы, вы знаете, что они не мылись, так как на Руси. Вы видите, вот провели анкетирование в 1903 году 100 французских рабочих об уходе за кожей. Два из них берут в ванны, 18 моют только ноги при перемене чулок, 52 из 100 делают дважды за зиму, туловище и шеи моют каждую субботу, а голову никогда. Ну, и 20 не моются никогда вовсе. Ну, что касается уже людей, живших в 18-19, 20-х веках, то Бетховен вообще никогда не мылся, он считал, что свинец, из которого делают струбы, отравляют, и товарищи тайно ночью могли стирать его одежду, которая даже вся была истлелая от пота. Мао Цзэдун никогда не мылся и не чистил зубы, считал, что вода, опять же, может, даже считал, что он тигр, а тиграм мыться не обязательно. В пожилом возрасте он разрешал только себя протирать. Ну, а Чарльз Говард Фридрих, второй, который жил в дворце Сан-Суси, он был нетрадиционной ориентации, жил с своими собачками. Если кто-то из вас был перед дворцом, то узнаете, что с правой стороны перед дворцом находится его могила, просто обычный могильный камень, и рядом там же захоронены все его собачки. Так вот, он собачкам разрешал писать и какать в своем дворце, а слугам не разрешал это убирать. Ну, рубашка короля прогнила от пота. Ну, а Марк Дзедум, ой, простите, Карн Маркс, который у нас наставлены памятники, да, он считал, что чистота явный признак буржуазии. Ну, то есть, это я вам говорю о том, что выверты бывают у каждого человека. Сегодня мы понимаем, что мыться в идеале, и так наш народ привык ежедневно, но не надо использовать мыло каждый день, да, особенно мыло может быть разное, и на сегодняшний день более полезно мыло PH-нейтральное, потому что мыло – это щелочь, а мы с Викой упомянули про кислотную мантию, которая есть на коже. А вот, дорогие коллеги, в советские времена наши северные народы начали приучать к тем привычкам, которые есть у нас. У народов севера свои закрепленные тысячелетия гигиенические привычки. В 30-е годы советская власть решила приучить северные народы к гигиене и принесла им мыло. И поначалу аборигены ели эти скользкие бруски, пахнущие земляникой. Люди с большой земли терпеливо разъясняли, каково истинное назначение мыло. И дети льдов начинали умываться и умирать. И мы понимаем, что святые для церилизованного человека правила личной гигиены могут быть смертельны для жителей Крайнего Севера. То есть смывая природный жировой слой, они лишали защиты от перехлаждения, от осушения кожи. Поэтому традиционно народы Севера моются максимум раз в год. Их ежегодный туалет заключается в натирании тела рыбьим, тюленем или медвежьим жиром. Ну, вот таким образом они защищаются. Ну, мы с вами понимаем, что на коже имеется сложная динамическая экосистема, на ней есть свой микробиом, который покрывает сверху эпидермис. И, конечно, формирование микробиота кожи у младенца начинается еще во внутриутробном периоде. На сегодняшний день у каждого взрослого человека полтора килограмма микробов. Причем количество видов микроорганизмов достигает 500. И вот количество бактерий на коже может достигать одного миллиона на квадратный сантиметр. И, конечно, на коже живут разные микробы. Есть микробы стафилококки, коринбактерии, пропионово-кислые, микрококи. Ну и, конечно, самые пустынные участки за ушами, потому что если вы потрете, там пахнет серой. Вот сера, я понимаю, для чего нужна в ушных раковинах, потому что это защита, опять же, наружного уха от микробов. А вот для чего нужна сера за ушами, вот честно говоря, пока века тебе задание найти, для чего сера нужна именно за ухом. Обратите внимание, за ухом всего 19 видов бактерий, а вот больше всего микробов, посмотрите, это предплечье, и там 44 разных вида микробов. Наш микробиом зависит от возраста. Вы знаете, что младенцы пахнут молочком, мужчины и женщины пахнут по-разному, связанно с гормонами, пожилые люди пахнут по-другому, и этот запах иногда бывает такой специфический старческий запах, бывает у, представьте, бабульку, ну просто аккуратистку, которая каждый день моется, которая соблюдает все правила гигиены, за ней ухаживает, жилищ чистые, а тем не менее есть возрастной запах, поэтому, конечно, это зависит от определенных микробов. Зависит от пола, от места расположения участка кожи, и вот этот слайд как раз показывает, что разные участки имеют абсолютно разный микробиом. Посмотрите, стопа, да, причем микробиом в сухих участках и влажных абсолютно разный, поэтому те участки, складки, где влага, посмотрите, там совершенно другой микробиом, ну и, безусловно, в состоянии здоровья, поэтому перхоть, которая появляется у людей и часто является первым признаком соборейного дерматита, который сигнализирует о том, что в организме есть какая-то поломка, конечно, это надо учитывать, и нередко человек, который обнаружил у себя на дорогом костюме, который каждый день должен быть выглядеть хорошо, и вдруг у него появляется на одежде перхоть, и он идет, нашел время, приходит соответственно к дерматологу, а грамотный дерматолог его разочаровал, он говорит, сдайте три вещи, первая кровь на сахар, потому что это может быть первым дебютом диабета второго типа, сдайте, пожалуйста, кровь на онкомаркеры, потому что это тоже может быть первым проявлением, и обязательно обследуйте желудочно-кишечный тракт, то есть мужчина разочарован, то есть у него нет времени, а его вели доктор проводить обследование, но доктор-дерматолог попался крайне грамотный, который правильно мыслит, поэтому мы понимаем, что разнообразие микробиома зависит от состояния здоровья, и, конечно, много различных факторов влияет на состав этой кожной микробиомы, и, конечно, от местной анатомии кожи, о чем мы говорили, от температуры, от плотности волосяных фолликулов, от содержания липидов, от PH кожи, от потоотделения, а также от выделения кожного сала. Но вот раньше, дорогие коллеги, мы бы, как говорится, голову дали на отсечение, что вот здесь, вот локтевой ямке, где кожа больна, мы бы сказали, ой, как много там микробов, и они вызвали воспаление, потому что мы все были убеждены, что на неповрежденных участках кожи практически нет микробов. Сегодня совершенно другая концепция, то есть там, где кожа больна, там уменьшено микробное разнообразие, и это является причиной обострения заболевания, а там, где кожа здорова, там гораздо больше микробов. И вот этот ребенок с атопическим дерматитом бы четко это продемонстрировал. Поэтому, по сути, разнообразие микробиома это маркер абсолютно здоровой кожи. Поэтому важно соблюдать микробное разнообразие, поэтому не нужно использовать челочное мыло, особенно различные антисептики для мытья. И вот сегодня мы понимаем, что коронавирусная инфекция внесла в нашу жизнь коррективы, и мы с вами обязаны сегодня использовать различные растворы антисептики. Но я для себя все-таки избрала спирт 60, разведенный до 65 градусов. Мне кажется, что чем меньше хлора, тем лучше. Поэтому вот этот миф, который раньше у нас существовал, о том, что на здоровой коже микроорганизмов больше, чем на... Да, что раньше мы думали наоборот, сегодня мы понимаем, что на здоровой коже микроорганизмов больше, чем на поврежденной коже. Поэтому микробиота кожи – это важный компонент иммунной защиты, и вы видите, на коже здорового человека живут фермикуты, бактероиды, преобладающим является стафилококки, например, это тип фермикуты, и из бактероидов флавобактерии, и сфингобактерии, тоже разновидность бактероидов, ну и бревундимонос, это род протеобактерии. Поэтому в составе недоношенного, конечно, больше стафилококков и куриенбактерий, поэтому мы боимся всегда недоношенных, чтобы они не реализовали гнойно-септическую заболеваемость. Поэтому на коже здорового человека четыре группы микроорганизмов, и, конечно, с возрастом, а вот здесь интересное исследование, первые три месяца, вторые три месяца, и дальше следующее полугодие, второе полугодие, мы видим, как меняется микробиом кожи. Ну и, конечно, кожа ручек, это вот картинки, а кожа ягодиц, кожа лба, абсолютно разный состав микробиота. Вот этим как бы и будет заниматься наша Виктория. Поэтому микробиом трех экологических миш здесь проанализировано, это сальная, влажная, сухая кожа, мы видим абсолютно разный микробиом. Ну и, конечно, сегодня нам известно, что решающее значение имеет именно вагинальные роды, потому что вагинальные роды дают нам правильные микробы, доминируют лактобациллы, привателлы, и вот как раз смотрите, мама, мамина вагина, красный столбик, бэби-1, да, и мама, вторая ее вагина. И вот посмотрите, мы видим, что красный это лактобациллы, привателлы, шиатия, то есть все зависит от того, естественно, мама награждает при прохождении ребенка родовых путей своими бактериями. Но на сегодняшний день вот эти четыре группы, они прослеживаются, и вы видите фермикуты бактероиды приблизительно около 40%, а у недоношенных, естественно, у них есть особенности. Ну вот на сегодняшний день микроорганизмы присутствуют не только на поверхности кожи, сегодня и в подкожных слоях тоже обнаружены определенные микроорганизмы на коже. Ребеночка живут грибы, самое большое количество это молоцезия, которые находят часто свой жир и является причиной развития соборейного дерматита. Ну и, конечно, при заболеваниях меняется численность разных микробов, и вот здесь вот как бы микробиота больного с атопическим дерматитом картинка А, посмотрите, сколько у него видов, это здоровые участки кожи больного с атопическим дерматитом, а картинка Б, это пораженные участки, поэтому мы явно видим, что уменьшено микробное разнообразие, поэтому мы понимаем, для того, чтобы человек был здоров, нельзя уменьшать микробное разнообразие, поэтому при заболеваниях При очень многих заболеваниях уменьшается микробное разнообразие, и это ведет к развитию болезни. Поэтому за последние годы меняется наше представление. Если раньше мы считали везде в кишке, на коже, микробы – это враги, то сегодня мы понимаем, что часть из них – это друзья, ну и часть условно-патогенной флоры является соседями. Но только попробуйте занять соседскую территорию, как тут же начинается война. Поэтому, дорогие коллеги, это говорит о том, что поменялись наши старые представления. В меньшей степени мы думаем о врагах, в большей степени говорим о друзьях и о соседях. Поэтому, конечно, на формирование микробиома кожи влияет геном, тип родов, окружающая среда, питание и, конечно, грудное вскармливание. Поэтому сегодня проводятся эксперименты в ряде стран. Англичане когда-то пробовали перед родами кесаревым сечением поставить тампон во влагалище женщины, а дальше обтереть содержимое тампона, выжать в род новорождённым. Но от этого отказались, потому что, естественно, на этом фоне дети могли чем-то заболеть. Поэтому сегодня в ряде стран пробуют вот это исследование 16-го года Доминика Бело, который ставит тампон перед родами, перед кесаревым сечением. Дальше тампон вынимают после родов, держат его в водичке 90 минут, а потом просто обтирают кожу тем тампоном, чтобы смазать кожу тем, чего не произошло в результате неестественных родов. И вот как бы разные данные получены, называется это понаучен, пересадка вагинальной роды, то есть получают как бы лучшую картину. Поэтому Роб Найт, который написал вот эту книгу «Смотри, что у тебя внутри», он говорит нам, я не устаю повторять силы в микробном разнообразии. Ну вот говоря об уходе за кожей ребенка первого года жизни, вопрос про купание ежедневной сегодня является предметом дискуссии. Во всяком случае, немцы не купают первую неделю после рождения, и мы понимаем, что да, здесь речь идет о смывании, возможно, родовой связки, родовой смазки, но вопрос этот дискутабельный, и многие наши родители, сегодня получив ребенка на третьи сутки после родов, они начинают сразу решать вопрос про купание и так далее, и задают вам вопрос, у него торчит пуповинный остаток, можно ли купать. В принципе, можно, но можно за кожей ухаживать, и обтирать, и не обязательно его первую неделю купать. Ну вот, когда мы купаем, то не надо перегревать помещение, вода должна быть 37 градусов, и не надо использовать при купании ребенка мыло, потому что оно сушит кожу. Подмывать ребенка, естественно, нужно, девочек, вы знаете, спереди-назад, мальчика вот так, как здесь положено, можно голову мыть один раз в неделю детским шампунем, ну и, конечно, не промокать, не обтирать полотенцем, а просто промакивать. Ну и обрабатывать складки, сегодня есть большое количество различных средств, да, и защита крема, защита под подгузник, есть совершенно уникальное средство, и вторую часть уважаемая Ольга Витальевна расскажет, потому что сегодня компания «Ля Рош Пазы», она стоит, как говорится, впереди планеты всей, потому что они первые сделали свои уникальные средства для детей, для ухода за детьми, в том числе за атопичной кожей, в котором есть вода, в которой есть микроорганизмы, которые защищают микробиом кожи. Что касается подстригания ногтей, то да, ногти надо подстригать, но ногти обязательно не надо их закруглять, а резать горизонтально для того, чтобы не появлялись заусенцы, ну и делать это, конечно, в идеале во время сна ребенка, потому что когда начинают подстригать, как у взрослых закруглять, это приводит в будущем к различным проблемам. Что касается пуповинная, то сегодня как бы специальные зажимы, это все используется, ну и дома самим ничего не надо делать, только так, как дают консультанты из роддома, ну а дальше уже приходит к нам на дом врач и медицинская сестра. Пожалуйста, Виктория. В 2021 году с рубежными авторами было продемонстрировано исследование, которое показало влияние подгузников со смягчающим средством и отверстием на верхнем слое с кислотной салфеткой, снижающей PH кожи, новорожденную и снижающей ферментативную активность при очистке кожи после стула. Это была группа А. По сравнению с режимом без этих функций, это была группа Б, а также влияние режима А на тяжесть теретемы в области подгузников в течение двухнедельного периода использования. Сравнение PH в перианальной области проводилось после двух недель использования продукта сразу и через 15 минут после использования салфетки. PH кожи в перианальной области было значительно ниже для режима А по сравнению с режимом Б после двух недель использования. PH кожи был снижен сразу после протирания и оставался ниже также через 15 минут после этого. Значения ПАЖ для режимов А и В были ниже, чем при использовании продуктов для подмывания. Во время исследования более 28% младенцев страдали ритемы средней и тяжелой степени тяжести. Периональный участок был местом наибольшей ритемы, за которым следовали складки, половые органы и ягодицы. Улучшение состояния ритем после двух недель применения режима прослеживались, когда использовались подгузники режима А. Данное исследование показало, что средства для ухода могут оказывать значительное влияние на кожу новорожденных. Они усиливают необходимость поддерживать физиологическую нормализацию ПАЖ кожи и защиту от раздражения и повреждения кожи. Важную роль в обеспечении полноценной функции кожи играют липиды. Поэтому традиционно для ухода за кожей, в том числе новорожденных, использовалось масло животного и растительного происхождения. А также минеральное масло. В производстве большинства средств ухода за кожей также используются различные масла. Методы ухода за кожей новорожденных и младенцев различаются и во многом зависят от культурных традиций, субъективного опыта родителей и медицинских работников. Уважаемые коллеги, я передаю микрофон. Уважаемая Ольга Витальевна, которая во второй части расскажет об уходе за сухой кожей и об инновационных средствах, которые на сегодняшний день имеются. Потому что, конечно, мы не натираем ребенка солью, мы бережно относимся сегодня к родовой смазке, мы используем сегодня подгузники. И вопрос был дискутабельный о том, вообще использовать подгузники или нет. Конечно, это выгоднее. Но вот очень интересно, я была в Германии и видела сегодня подгузники, которые возвращаются к трусам фланелевым, в которые вкладывают специальные вкладыши. Обратите внимание о том, что современная молодежь, она заботится об экологии, потому что, оказывается, один подгузник разлагается, но чуть ли не десятки лет. Поэтому готовы стирать эти вкладыши. Поэтому, возможно, вновь будут реже или по желанию использовать либо фланелевые красивые трусы со специальными закрепками, которые будут вкладываться и будут часто менять вот эти уже совершенно марлевые вкладыши. Поэтому, безусловно, сегодня инновацией является использование специальных средств, которые сохраняют микробиом. Поэтому никакой марканцовки. То есть все ближе к естественному. Ну, а мы с Викторией Викторовной, которой я благодарю за подготовку интересного материала, мы в будущем продолжим рассказывать о различных способах ухода за новорожденными и за детьми раннего возраста. Спасибо за внимание. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами говорим о ребенке, который пришел к педиатру на прием, у него сухая кожа. Чем может помочь ребенку практикующий педиатр? Сегодня я постараюсь обсудить вопросы дифференциальной диагностики, некоторые вопросы лечения. Ну, давайте начнем. Итак, заболевания кожи у детей занимают важное место среди причин, побуждающих родителей обратиться к врачу. Это цитата из книги известного драматолога итальянского, который считает, что каждый пятый ребенок, который обратился к семейному врачу, имеет какие-то проблемы со стороны кожи. А что же у нас в наших советских реалиях, российских реалиях? Понятно, что у нас есть и аллергологи, и дерматологи, однако на консультацию к специалисту попасть не всегда легко, но и не всегда быстро. Поэтому все-таки сначала ребенок, как правило, обращается к педиатру. С другой стороны, российский менталитет. Ну, а может, само пройдет, и будем мы куда-то там ходить, в очередь стоять. Самолечение. Знакомое посоветовала, в интернете написали, по телевизору услышала. На самом деле это ужасно. Но это наши реалии. Поэтому сегодняшняя моя беседа, моя лекция обращена все-таки к педиатрам, к педиатрам первичного звена для того, чтобы мы научили своих родителей правильно обращаться с кожей маленьких детей, для того, чтобы педиатры знали, когда все-таки срочно нужно обратиться к дерматологу, когда можно справиться и самостоятельно. Если мы поздно, если мы затягиваем лечение, то у нас к специалисту пациенты попадают в очень сложном, порой запущенном состоянии, а прогноз зависит все-таки от своевременной постановки диагноза. Вы знаете, у нас на кафедре нашей клиники, которая является нашей базой, есть очень хорошее эргологическое отделение. И туда поступают дети порой с такими тяжелыми дерматитами, с такими запущенными изменениями со стороны кожи, что это просто катастрофа. Поэтому, собственно говоря, инициировалась сегодняшняя моя лекция, выступление, семинар, как хотите его назовите. Вы уже прослушали лекцию об особенностях структуры кожи у детей. И я не буду повторяться, напомню только, что у детей, особенно у маленьких, легкая ранимость кожи при незрелых местных механизмах иммунитет очень быстро ведут к развитию сухости, воспалению и частой инфицированности. А это уже заболевание. Механизмы защиты кожи. Во-первых, вот это самая водно-липидная мантия, которая препятствует высыханию кожи, иссушению кожи. Синтез и трансформация белка филогрина. Вот филогрину сейчас уделяется огромное значение. Есть найден ген, который регулирует образование этого филогрина, который как кирпичики создает такой некий барьер кожный, который препятствует с одной стороны высыханию кожи, а с другой стороны проникновению через, например, поврежденную кожу или очень тонкую кожу ребенка тех или иных веществ. Роль филогрина очень велика. Мы раньше, когда говорили об атопическом драматите, говорили, да, в основе лежит атопия. То есть генетически все-таки обусловленная ситуация такая. Но иногда театопические заболевания протекают легко, иногда очень тяжело. И вот теперь доказали, что если кроме атопии есть еще проблемы со стороны гена, который отвечает за экспрессию белка филогрина, вот тогда этот атопический драматит течет крайне тяжело и очень плохо поддается лечению. Еще очень важны, конечно, естественные натуральные увлажняющие факторы, которые вырабатывает сама кожа. Функционирование рогового конверта. Ну, так вот говорят драматологи. Действительно, они очень подробно разбирают строение кожи. И вот эта частичка, ротовой конверт, конечно, его функции раньше считали, что кожа – это некое что-то такое, особенно поверхностный слой кожи, эпидермис, осухость – это, прежде всего, эпидермис, что это уже кожа погибла, ее надо просто вот отшелушить, и все будет хорошо. Нет, теперь доказали, что это тоже вот такой живой организм. Да, в нем нет, он не кровоснабжается, но вот сама эта влага, сама жидкость приносит питательные вещества, и роговой конверт, он тоже функционирует. Межклеточкиные эпидермальные липиды, которые стоят, ну, пожалуй, имеют самую главную функцию как в сохранении жидкости, так и вот в сохранении питания поверхности, слои кожи. И регуляция вот этих дискомотивных процессов в эпидермисе. Понятно, что эпидермис должен отшелушиваться, и кожа должна обновляться. Ну, так что же такое сухость кожи, иногда называют ксироз? Сухость у детей встречается очень часто, и может явиться стартовой площадкой для развития различных драматозов, а может являться и проявлением чисто физиологических, физиологическими возрастными являются проявлениями. Мы знаем, что у маленьких детей кожа очень часто бывает сухая. Сухая кожа шелушится, появляются мелкие трещинки, поверхность готовится грубой и шероховатой. Это клинические признаки уменьшения влаги в поверхностных слоях кожи. Мы говорим о поверхностных слоях кожи, что приводит к нарушению барьерной функции. А вот это уже повышает риск вторичной инфекции, еще повышает сенсибилизацию. Посмотрите на этот очень интересный и такой, мне кажется, демонстративный рисунок. Кожа взрослого достаточно хорошо защищена, а вот кожа ребенка, через нее легко проникают не только какие-то, предположим, бактериальные агенты, но и аллергены. И в настоящее время убедительно доказано, что это приводит к так называемой эпикутанной сенсибилизации. Помните, изначально у нас пищевая аллергия, атопический драматит, а затем эпикутанная сенсибилизация, это аллергический ренит, бронхиальная астма, тот самый аллергический марш. Так вот, именно вот такое строение кожи ребенка, склонность к возможности проникновения аллергенов через кожу ребенка может привести к развитию такой тяжелой эпикутанной сенсибилизации и развитию аллергического марша. Для очень сухой кожи характерны покраснения и зуд. Вы посмотрите, как на этом рисунке это все продемонстрировано схематично, но очень понятно. И вот эти трещины, и гиперемия, и приток провоспалительных цитокинов. И естественно, что сухая кожа, для которой характерны покраснения и зуд, повышается повышенной реактивностью. Она совершенно по-другому реагирует на внешние факторы. Поэтому сухая кожа подвержена больше влиянию внешних факторов, внешней среды. И к ней надо относиться очень-очень аккуратно. Аккуратно ребенка купать, аккуратно за кожей ухаживать. Сегодня мы об этом тоже с вами поговорим. Ну, наверное, самое частое, одно из самых частых заболеваний, с которым сталкивается педиатр, действительно, у маленьких детей, чуть не у каждого третьего встречается явление, характерное для атопического дерматита. Ну, не всегда лежит атопия в основе изменений кожных на фоне пищевой аллергии или псевдоаллергических реакций. Но все-таки атопический дерматит – это та главная, частая проблема, с которой мы с вами сталкиваемся. И вот я вам сейчас демонстрирую определение атопического дерматита, где сухость кожи стоит на первом месте. Посмотрите, это мультифакториальное, воспалительное, хроническое заболевание кожи, сопровождающееся сухостью, зудом, воспалением и рецидивирующим течением. Ну, а также характерными возрастными особенностями локализации. То есть без сухости атопического дерматита не бывает и без зода тоже. Вы посмотрите, насколько зод снижает качество жизни ребенка, да и не только ребенка, а всей семьи. Ну, это невозможно без слез смотреть на этих детей, которые расчесывают свою кожу, не могут спать практически днем и ночью. И в конечном итоге это может привести к неким даже психосоматическим изменениям. Итак, сухая кожа, зод, расчесы, вторичная инфекция. Тяжелая ситуация. И надо сказать, что дерматологи, аллергологи серьезно этим занимаются. И вот эта схема такая, ну, достаточно сложная, большая, не буду сегодня подробно о ней говорить, но это так называемый зуд расчесывальный цикл при атопическом дерматите. Он хорошо изучен. Какие цитокины, какие нейропептиды, какие рецепторы вегетативной нервной системы заинтересованы в развитии зуда. Но главное я выделила красным. Посмотрите, зуд способствует развитию воспаления, инфицированию, сухости кожи и расчесам. А все это, вот все, что находится слева, вот в красной вот этой рамочке, способствует развитию зуда. Замкнутый круг. Очень тяжелый, очень болезненный и очень сложно поддающийся лечению. Заболевание быстро прогрессирует. Мы чаще всего изначально сталкиваемся с легким проявлением атопического дерматита, как у ребенка на левом снимке. Посмотрите, да, действительно, щечки за ушами, может быть, немножко тоже гиперемия. Маленький ребенок. Действительно, каждый третий практически имеет какие-то проявления характерные. Но вы посмотрите на следующих детишек, у которых заболевание прогрессировало. И вот на среднем снимке ребенок имел гипотрофию третьей степени. Настолько до тех пор, в то время, когда поступил в стационар, настолько его общее самочувствие было нарушено, настолько была нарушена функция желудочно-кишечного тракта. Ведь в организме все связано. И тучных клеток желудочно-кишечного тракта не меньше, чем на коже, на слизистых. Поэтому, конечно, это общее тяжелейшее заболевание. На правом снимке наш пациент крайне тяжелый ребенок, которым мы достаточно долго занимались для того, чтобы купировать вот такое тяжелейшее обострение атопического драматита. Я уже говорила, что сухость воспаления способствует вторичной инфекции кожи. Вот посмотрите на ручки этого ребенка. Насколько сложно справиться вот с этой лихинизацией. Она уже сформировалась. И вот эта такая грубая кожа. Помните, у нас был с вами слайд, как я говорила, шелушение, грубая кожа, шершавая. Действительно, это очень трудно поддается терапии. Трудно. И необходимо проводить и лечебные, потом профилактические мероприятия. Потому что любая трещина это вторичное инфицирование, а вторичное инфицирование это золотистая стафила. Это такой микроорганизм, который может вызвать реакцию, когда организм начинает реагировать на себя. Мы его называем суперантиген. Действительно, золотистый стафилококк – суперантиген, который может привести к тяжелейшей генерализованной кожной реакции. И очень сложно с ним справиться. Лучше его не допустить. Вторичная инфекция может протекать, как на верхнем снимке, и может быть не очень тяжело, а может вот такие тяжелые клинические случаи. Я вам демонстрирую тяжелые инфекции вторичные. И здесь уже не только бактериальная инфекция, не только золотистый стафилококк, но и грибковая инфекция. И это еще ухудшает, в большей степени ухудшает прогноз заболеваний. И обратите внимание, везде сухость, сухость и сухость. Особенно на правом снимке это очень хорошо видно. Кожа сухая, раздраженная, инфицированная. Ну, у маленьких детей кожа, несмотря на то, что порою, особенно в первые недели жизни, сальная железь выделяет большое количество сала, но кожа все равно сухая, потому что это совсем разные вещи, вот эта тонкая сухая кожа. И в то же время вот эти такие жирные бляшечки сибарейного дерматита, с которым сталкивается, конечно, любой педиатр. Вот я здесь еще вам демонстрирую клинические случаи сибарейного дерматита. Кстати, в отличие от атопического дерматита для сибарея не очень характерен зуд. То есть она протекает более благоприятно. Здесь порой достаточно увлажнения, хорошего увлажнения. Имеется в виду, естественно, не увлажнение водой, увлажнение все-таки эмалентами или специальными веществами, которые убирают сухость кожи, компенсируют сухость кожи. А если они еще обладают противовоспалительным действием, то вот у этого ребенка можно было справиться достаточно быстро. При некоторых соматических заболеваниях сухой кожи очень выражены, посмотрите, ну, к счастью, в наше время это довольно редкий случай, алиментарная гипотрофия третьей степени, тяжелейшая гипотрофия с пролежными, тяжелейший ребенок к нам поступила из социально неблагополучной семьи. И вот кожа была очень тонкая и очень сухая, очень сухая, кроме пролежней, которые, собственно говоря, это сухость и пролежней тоже во многом спровоцированы. Ну, наверное, тоже одно из самых частых, один из самых частых дерматитов, с которым сталкивается педиатр первичного звена, это пеленочный дерматит, он может быть достаточно легкого течения и тяжелого, я здесь на этом снимке вам демонстрирую практически все стадии тяжелого, стадии течения пеленочного дерматита и действительно его лучше профилактировать, хотя, к сожалению, на прием иногда поступают дети с таким тяжелым пеленочным дерматитом. Хотела сделать такую ремарку, что пеленочный дерматит это все-таки вариант, ну, особый, правда, но вариант контактного дерматита, это не аллергия. И контактный дерматит тоже не атопия, а это, прежде всего, там много вариантов иммунологических реакций, но прежде всего это все-таки четвертый тип иммунологической реакции по классификации джелобкурса. Почему на этом останавливаюсь? Ну, потому что к нам, для нас очень важно собрать правильный анамнез, атопический анамнез, когда к нам приходит пациент с аллергией. И мы говорим, а есть ли в семье аллергия? Мама говорит, вы знаете, вот никогда не было, а вот сейчас после 30-ти стал ли там дерматит появляться там на стиральные порошки, на какие-то косметические средства. Коллеги, это не атопия, это контактный дерматит, и это уже не первый, а четвертый тип аллергической реакции по классификации джелобкурса. Очень часто бывает сейчас у подростков на никель. Вот я смотрю на подростков, у меня внучка подросток, и вот они начинают какие-то жуткие цепи на себя надевать никелем покрытые. Аллергия бывает очень часто на браслеты, ремешка, на латекс бывают, да, вот тоже эти современные часы латексные, такие могут быть дерматиты контактные. Ну, вот это случай, который представляют дерматологи, и, конечно, вот такой тяжелый контактный дерматит вы отправите к дерматологу. Лучше не довести до такого тяжелого течения, поэтому надо, конечно, вовремя было назначать лечение. А что мы видим на педиатрическом чаще, а чаще мы видим, особенно у детей и подростков, вот такую сухость, такой вот ксироз, очень характерный на, как правило, на суставы, который по большому счету требует, на коже над суставами, который по большому счету требует достаточно частого использования активных эмолентов. Эритантный дерматит у наших детей, чаще у подростков, возникает, ну, тоже мы с этим сталкиваемся, да, с разными веществами работают наши дети, но вот эта девочка, она в химической лаборатории работала, перчатки достаточно долгое время носила или без перчаток использовала различные реактивы, но вот у нее такой довольно тяжелый эритантный дерматит, с которым мы по большому счету довольно быстро справились. а зима. И зимой вот этот эритантный дерматит может появиться на фоне зимнего ксироза, да, сначала зимний ксироз. Я думаю, что любая женщина, которая носит зимой в холодное время года синтетические колготки, знает, что такое зимний ксироз, да, сухая кожа, которая шелушится, иногда ее даже называют колготочной перхой, неправильное конечно название такое бытовое, но тем не менее очень хорошо демонстрирует проявление вот этого зимнего ксироза у наших детей, оно тоже есть, и поэтому конечно вот такие розовые щечки необходимо смазывать эмолентами и защитными кремами, когда есть сильный мороз, если ребенок долго находится на улице. А вот зимний ксироз и ирритантный дерматит. Вы помните у той девочки все было благополучно, которое я вам показывала, а вот у этой уже кроме зимнего ксироза иритантный дерматит и микробная экзема. И это тяжело. И это конечно будут лечить дерматологи. Обычно зимний дерматит мы можем полечить с вами сами, сказать не забывайте мазать. А здесь уже конечно нам нужен дерматолог, порою иногда еще и инфекционист, если экзема не микробная, предложено вирусного характера, медь, такое тоже бывает. Как классифицируют ксироз или сухость кожи? Выделяют врожденный, генетически обусловленный, он появляется в детстве, не всегда с рождения, но чаще все-таки с рождения, покажу вам сейчас клинические случаи, может быть приобретенный вследствие неправильного ухода или воздействия различных факторов. Мы сейчас с вами разобрали часть таких случаев. Очень характерен ксироз, но это классификация общая для пожилых людей, синильной сухой кожи как результат процесса старения, как сухость кожи у младенцев иногда выделяют на натальные детей раннего возраста, мы тоже сегодня с вами это уже видели, и как проявление соматических заболеваний. Коллеги, а вот это важно, потому что сухость кожи сухостью кожи, если это какой-то эритантный или предположим там зимний дерматит, но ведь сухость кожи может сопровождать разные заболевания, и дифференциальный диагноз очень важен, причем своевременный дифференциальный диагноз, аллергодерматоз, мы с вами видели, с вами уже, да, неблагоприятное такое течение аллергодерматоза при поздней терапии. Железодефицитная анемия очень часто сопровождается выраженной сухостью кожи, и педиатры тоже отлично знают. Лимфомы и другие онкологические заболевания, заболевания щитовидной железы крайне часто мы видим вообще дебют, дебют, как правило, сухая кожа приходит, приводит ребенка, подростка, сухую кожу, смотришь, уже есть увеличение щитовидной железы, даже без ультразвука и без какого-то анализа, и много-много других заболеваний. Давайте посмотрим, какие же заболевания, безусловно, обо всех мы с вами не поговорим. Главное, на чем я хотела остановить ваше внимание, что все-таки дифференциальный диагноз необходим, и если у вас, это генетически обусловленная сухость кожи, связанная с мутацией генов, которые приводят к структурным функциональным нарушениям поверхности слоя эпидермиса. Это тот самый филогрин. На самом деле, сейчас очень серьезно это изучали, и раньше выделили только один ген филогрин, и сейчас их несколько, и обсуждают вопрос экспрессии в том или ином варианте, то есть генетика вот этой сухости, врожденной сухости серьезно изучается. Ксироз этот возникает, как правило, в раннем детстве, иногда с первых минут жизни сопровождает человека на протяжении всей жизни. Например, при атопическом драматизе, если есть нарушения со стороны не только атопии, но и филогрина, и при вырожденном ихтиозе. Вот посмотрите, тяжелейший вырожденный ихтиоз, генодраматоз. Ну, к сожалению, конечно, этот ребенок не жизнеспособен, да, вот эта классическая еще черпастя, на натальный такой снимок, на натальном возрасте уже достаточно давно у нас мы наблюдали этого ребенка, очень тяжелый вырожденный ихтиоз. Вот вырожденный ихтиоз тоже тяжелый, но не настолько фатальный, вы видите, какие изменения, вот это шелушение пластинчатой стороны кожи, но, тем не менее, сопровождается тяжелым соматическим изменением, посмотрите, у ребенка, естественно, есть гипотрофия уже. Ну, дерматологи выделяют еще и вульгарный ихтиоз, который может проявляться не с рождения. Ну, вообще, конечно, ихтиоз без дерматолога, без генетика лечить нельзя, и вот это наблюдение профессора Ольги Борисовны Тамразовой, которое дифференцирует вырожденный ихтиоз, который может быть вульгарным, а может быть вырожденный, который проявляется с первых дней жизни. И дерматологи обычно нам об этом подробно рассказывают и показывают. И это также Ольга Борисовна наблюдение врожденный ихтиоз вульгарный, который уже достаточно ребенка подросткой проявляется вот просто такой сухостью кожи. Вы знаете, я видела довольно много детей с рожденным ихтиозом, которые могут быть и вот такие тяжелые, как справа, но и не тяжелые, как слева. Например, у меня одна мама говорит, ну как, вот ребенка, я его осматривала, он у нас лежал с совершенно другим заболеванием, с пневмонией, с рожденным ихтиозом. Ребенку четыре месяца. Я говорю, как вы справляетесь? Она говорит, ну как, вот круглосуточно практически мажу, 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 мажу эмолентами, и тогда он вот такой, как этот ребеночек слева, ну вот другой ребенок, ну вот приблизительно такой же, да, то есть не очень тяжелая форма и постоянное обучение, использование эмолентов обученной мамы, она, кстати, использовала лепикар, мы сегодня тоже с ним поговорим, но это действительно так, вот, а справа, конечно, очень тяжелые изменения. А это у этой девочки уже у подростка, практически подростка, тоже врожденный сиоз, но который не является таким тяжелым, но тем не менее требует ежедневного использования эмолентов достаточно часто, достаточно часто, да, вот это такое. Смотрите, обратите внимание на руки, на коленки, иногда может проявляться субклинически, да, и к вам, вот я вам показывала часто такие изменения со стороны коленок, с того, которые не являются естественно рожденным эфтиозом, но вот у этой девочки подтвержденный рожденный эфтиоз. Посмотрите, какая у него, как стеклянная такая кожа, и она достаточно сильно шелушится, такое пластинчатое шелушение. А вот это наш случай, когда к нам посоветовал ребенок с топическим драматитом, ну, действительно, атопический драматит был, он с отягощенным анамнезом, жутким, с выраженным зудом, вот, ну, извините за такое слово, но он действительно, зуд был очень выражен, с выраженным изменением со стороны кожи, но когда я его осматривала, обратила внимание на состояние, вот, посмотрите, волосяного покрова кожи головы, и, конечно, сказала, что тут необходима консультация драматолога. У меня было подозрение на псориаз. К огромному моему сожалению, псориаз подтвердился, этот ребенок потом достаточно долго, надо сказать, с хорошим эффектом, лечился уже у драматологов на кафедре в клинике профессора Короткого, который нам в этом плане помог. Тяжелый был такой ребенок, но вот атопический драматит и псориаз. Псориаз, вы знаете, протекает, может быть, по-другому, по-разному. Псориаз сейчас, ну, совершенно различные варианты, я думаю, любой педиатр, с ними уже сталкивался. Да, это могут быть тяжелые изменения, но в то же время, если пациент достаточно активно лечится, то они могут быть вот такое просто проявление сухости кожи. А если учесть, что сейчас псориаз еще лечат и биологическими препаратами, да, ну, правда, это дорогостоящие, но, тем не менее, это возможное лечение, то там иногда просто остается сухость кожи и все, а это псориаз. Для псориаза также характерны нарушения кератинизации, и иногда этот диагноз, собственно говоря, так и ставят. Посмотрите, вроде бы как грязная шея, говорят, вот синдром грязной шеи, помочь шею, отмой шею, а это нет, это такое нарушение кератинизации у этих пациентов. Ну, вот это тоже довольно такой непростой случай, серьезно, с кожей у ребенка, которая перенесла тяжелейшую пиодермию, и тут есть. И тут есть и поствоспалительная депигментация, вы ее видите, и фликулит, и кератоз, сухость, с которой необходимо справляться, конечно, с помощью уже врача-дерматолога. Вот такой ребенок, вот посмотрите, на руку внизу, у которой вроде бы как то ли же сухость, и был это просто дерматит, однако дерматологи поставили диагноз чесотка. Ну, коллеги, вот на верхнем снимке в моем понимании это вроде бы как чесотка, да, а здесь вот очень не похоже, поэтому сложный случай зовите консилиум, собирайте консилиум или направляйте на консультацию, направляйте на консультацию пациента, потому что здесь чесотка была подтверждена. А это наш случай. Ребенок родился и на второй неделе жизни ему был поставлен диагноз чесотки, он заразился от матери. Вот посмотрите, поступил он вроде как с визикулопустолиозом, маленький совсем, ребеночек, еще месяца ему нет, а у него уже чесотка и вот так проявляющийся. Я когда как-то слушала лекцию Ольги Борисовны, она показала огромное количество случаев чесотки у младенцев, как вот они идут к дерматологам, ну, а это вот наш собственный случай был поставлен нашим менонатологом диагнозом. Итак, основные направления наружной терапии дерматоза, в том числе аллерготерматоз, какие основные направления. То есть первое, что мы должны, мы должны поставить диагноз, если мы говорим, что это просто сухость или это дерматоз, который сопровождается сухостью, то мы должны справиться с чем? С воспалением, с сухостью, с зудом, с рецидивирующим течением и вторичным воспалением. Казалось бы, всего-то. Но это очень сложно сделать. И поэтому надо начинать как можно раньше. И вспомнить о том, что основа терапии сухости, ксироза, а вот это все-таки одно из основных патогенетических звеньев. Я думаю, что я вам сегодня довольно подробно об этом рассказала, что сухость действительно это одно из важнейших патогенетических звеньев различных заболеваний со стороны кожи и воспалений, и вторичным инфицированием. Так вот, основа терапии сухости это эпидермальная регидратация и восстановление защитной функции кожи за счет применения эмолентов, но лучше так называемых умных липидов, которые сходны по составу с физиологическими эпидермальными липидами. Чем отличаются умные липиды физиологические от нефизиологических? Ну, нефизиологические это глицерин, это вазелин, которые, в принципе, тоже могут уменьшить вероятность потери жидкости со стороны кожи. Но они создадут пленку, это будет поверхностная пленка, под которой еще инфекция может размножаться, склонность к вторичной инфекции. Их, конечно, используют, но надо использовать очень-очень аккуратно, потому что они, безусловно, небезопасны, небезопасны. А наилучшие – это, конечно, физиологические эпидермальные липиды, которые очень похожи на натуральные. Итак, лечение должно быть комплексным, обеспечить достаточно питьевой режим, потому что влаги, воды в организме должно быть много, особенно у маленького ребенка. Сбалансировано питаться, добавлять в ежедневный рацион, фрукты, овощи. Коллеги, все изменения со стороны желудочного и кишечного тракта у нас на коже и у нас, и у детей. Исключить влияние неблагоприятных факторов внешней среды – длительного контакта с водой, пребывания на солнце, холоде, ветре, а также в помещениях с сухим воздухом. Вот здесь, собственно говоря, перечислены основные моменты, на которые мы должны обратить внимание. И носить одежду из мягких натуральных тканей. То есть что высушивает кожу? Это если очень длительный контакт с водой, да еще если это вода хлорированная. Если кожа пересушена на солнце или на ветру, когда ребенок долго находится на улице в такую ветреную погоду, на холоде. И, конечно, вот сейчас у нас, когда включено паровое отопление, сухой воздух. И, конечно, желательно ставить увлажнители. Ну и надежда из мягких тканей, натуральных тоже важна. Ну вот этот случай, к сожалению, горький для меня, это пациент с неправильным лечением вот такого тяжелого атопического драматита. Обидно то, что родители были вроде бы обучены и была длительная ремиссия, почти полтора года. И когда развелось обострение, они, к сожалению, не сделали то, то, что им было рекомендовано их лечащим врачом. И когда они позвонили и сказали, что, вы знаете, наш ребенок почему-то плачет, мы его лечим. Вы знаете, врач, что я сказал, чем вы его лечите? И знаете, что ответили родители, а мажем зеленкой. Можете себе представить? Вот такую кожу. Ну, это, конечно. Ну, когда он дошел, понятно, что участковый педиатр рассказал все, что необходимо сказать. Думаю, что достаточно эмоционально. И вот когда они пришли на прием, вот в таком состоянии привели ребенка. Поэтому, почему я показываю вам это? Для того, чтобы все-таки контакт с родителями, обучение родителей очень-очень важно. Вот в этом случае родители были обучены. То есть полтора года ремиссии, у них, к сожалению, все знания куда-то ушли. Зеленкой намазали, решили полечить ребенка. Чему мы должны учить родителей? Ну, конечно, уход за кожей. Купать и увлажнять. Купать и увлажнять. Как купать? Лучше душем. Если ванна, то опустить и вынуть. Если не использовать никаких щелочного мыла, должно быть специальное средство для младенцев или для больных с атопической сухой кожей. Потому что только такое средство не будет высушивать кожу, а еще будет не только очищать, но и способствовать регенерации корниоцитов и питать кожу. Поэтому купать необходимо, не растирая ни в коем случае никакими там мочалками. Очень щадяще. Очень щадяще. Либо пусть в ванну, если это ванна, не добавлять никакого там ни крахмала, ни череды, ничего. Только специальное средство для вот атопической кожи либо для младенцев. Вынули или душем смыли, промокнули, и сразу начинаем увлажнять. Чем купать? Ну, сейчас средств для таких нещелочных, для купания младенцев и пациентов с атопической кожей достаточно много. Одним из лучших являются средства, которые разработаны французской компанией La Roche-Pasay. Думаю, что это хорошо известно. Это известные такие косметические и лечебные средства для ухода за кожей. У них есть два варианта для мытья кожи. Это липикар синдет, липидовосполняющий, очищающий крем-гель, и липикар клиренсер-О, то есть липикар масла для очищения, липидовосполняющий, смягчающий масло для ванны или душа. Чем же они отличаются? Ну, кроме того, что они созданы на основе, естественно, вот этой уникальной воды La Roche-Pasay, чем они еще отличаются? Понятно, что они не имеют никакой щелочи. Это ясно. Но в них еще содержится масло Крите, улажняющее. В них содержится мицианамид, который обладает противовоспалительным действием и уникальное, совершенно уникальное вещество, которое получает, это лизат особых бактерий, которые оказывают вот такое стимулирующее действие. Мы бактериальные лизаты часто параллельно применяем для того, чтобы восстановить иммунитет, например, в дыхательных путях. Я думаю, что все вы с этим сталкиваетесь. А вот здесь эту технологию предложили к коже, когда лизат уникальной совершенно бактерии, вот эта Pasea fuliformis, она обладает таким иммуномодулирующим действием. Итак, что делают вот эти лепикарсиндет и лепикарклиносиной, очищают и успокаивают кожу, укрепляют защитный барьер кожи, уменьшают раздражение и зуд, регулируют баланс микробиона кожи. Ну, понятно, что это гипоаллергена, что нейтральный пиашбус, парабенок и так далее. Детей с драматитом и сухой кожей купать только подобными средствами, но маленьких детей здоровых, мне кажется, тоже очень полезно купать. во всяком случае, я бы это очень рекомендовала. Второе. Смягчающее средство это базовая терапия. Вот мы для бронхиальной астмы говорим, потому что там есть базисная терапия, которая приводит к контролю на течение бронхиальной астмы. А вот такая же важная терапия для лечения драматита называется базовой. Почему? Да, но подчеркивается важность вот этого основы этого метода терапии. И базовая терапия это смягчающее средство, которое используют на всех этапах лечения драматита любой степени тяжести. Ну и, естественно, на просто при сухой коже младенца. Очень часто спрашивают, а как часто надо применять? Ну вот я вам цитирую международный документ, да, консенсус, европейский гайдлайн по лечению атопического драматита. Говорят, что использовать широко и часто именно столько, сколько нужно данному ребенку. Кому-то достаточно два раза в сутки, кому-то необходимо четыре раза в сутки. А вот помните, та мама, у которой у ребенка был рожден их тез, я ее спросила, она говорит, я практически все время его мажу, да, то есть много раз, там, восемь, девять раз в сутки. Как высохла кожа. Ну он же маленький, она его пиленает, она с ним играет, и она тут же машет ему кожу. Поэтому, так как надо данному конкретному пациенту, естественно, ежедневно. Естественно, ежедневно. Например, при атопическом драматите было доказано, что это обладает еще и стероидосберегающим эффектом, то есть порой не надо назначать или в меньших количествах надо назначать блюкокортикстероиды топические. Но еще раз вернусь к раннему детству, потому что это все-таки критический период для созревания ребенка, и прежде всего микробиома, иммунных ответов ребенка. И не только на коже. Мы это тоже с вами отлично знаем. Микробиом и его значение, ну, пожалуй, сейчас одна из самых популярных тем. Об этом говорят гастроэнтерологи, об этом говорят пульмонологи, об этом говорят лор-врачи, детские стоматологи. Мы недавно с детским стоматологом, главным детским стоматологом Москвы Лариса Петровна Кисельникова, она профессор, заведует кафедрой детской стоматологии в нашем институте. Мы провели с ней большой семинар, когда говорили о микробиоме, она говорила, насколько микробиом влияет на формирование либо неформирование кариеса, а я говорила уже о заболеваниях верхних дыхательных путей вообще растратурного тракта. Да, вот микробиом очень важен. Нарушение барьерной функции кожи и ранняя колонизация патогенами предрасполагают к локальной системной иммунной дезрегуляции. Я вам цитирую, вообще говоря, выдержку из одного из самых влиятельных аллергологических журналов. Вот так считают аллергологи. То есть барьерная функция кожи – это в будущем, да и в настоящем, иммунитет данного ребенка. Поэтому основными лечебными мероприятиями за детьми с сухой кожей и вообще с любой кожей ребенка – это местное применение препаратов, насыщенных восстанавливающих эпидермальный барьер элементами. Ну вот это цитата из нашего отечественного международного гайдлайна. По-русски сказать это действительно. Мы должны использовать смягчающее, увлажняющее средство обязательно. И лучшими уходовыми средствами считаются препараты, в которых входят липиды. Они активизируют восстановление межклеточных липидных вот этих бислоев, там действительно они несколько слоев располагаются, снижают транспидермальную потерю воды, то есть вода не выходит из организма через дермальный барьер и способствует оптимальной дифференцировке керотиноцитов, то есть кожа обновляется, кожа обновляется. Вот у физиологических, иногда их называют умных, мне очень нравится это слово, умных липидов, есть ряд преимуществ перед нефизиологическими. Это вазелин, минеральные масла и так далее. Они глубоко проникают в роговой слой, они являются структурными элементами естественно эпидермального барьера и активизируют синтез новых липидов и стимулируют дифференцировку кероноцитов, то есть они не только создают вот эту пленочку, которая препятствует потере жидкости, они еще и лечат, и это важно. Вот на этой картинке показана разница, посмотрите, вот эта олеосома, она не покрывает кожу, она встраивается, то есть фактически она улучшает состав кожи, а не просто некий протез, да, вот вазелин это будет сверху протез, а это физиологическая терапия, поэтому, конечно, необходимо использовать те эмоленты, которые вот не создают такую непроницаемую пленку, обладают свойством умных липидов. Ну, и одним из самых известных, конечно, самых часто используемых, я думаю, что вы со мной согласитесь, является липидовосполняющий бальзам. Но он немножко сейчас новый, поэтому я на этом остановлюсь, то есть, ну, понятно, что у компании его улучшают, что там также содержится и масло корите, как было как бы в старом варианте, также нецинамид содержится, поэтому оно обладает таким противовоспалительным антисептическим действием, но еще есть масло канулы, и вот туда добавили также, как вот в темоющие средства, добавили вот этот лизат этой самой бактерии, да, бактерии позе фулиформис, и, конечно, термальная вода лерош-позе, поэтому этот липид восполняющий бальзам улучшает, успокаивает кожу, восстанавливает защитный барьер кожи, нормализует микробиом, да, то есть там вот такое неспецифическое пробиотическое действие, хотя это лизат, и уменьшает зуд. Ну, если бы я вам сказала, что вот у ребенка сильнейший зуд, и вы нам, вы использовали этот бальзам, зуд тут же ушел, конечно, нет, вы бы мне не поверили. В комплексной терапии, но небольшой зуд он уменьшает, и самое главное, он предотвращает развитие вот этого круга, да, зуд, поражение кожи, поражение кожи, зуд, поэтому противозудное действие доказанное этого препарата. Кстати, этот лепидосполняющий бальзам мы используем не только пациентов с дерматитом или сухой кожей, а любых маленьких детей, он очень хорошо работает, не только у детей, но и у взрослых, попробуйте на себе. У нас доктора многие бывают такие маленькие распособки, иногда приносят их в качестве каких-то ну, пробников, да, используют их просто вот смазывают руки по столько, поскольку руки мы моем в час, там, может, педиатры. Итак, что же делает этот новая форма этого лепидовосполняющего бальзама или пикарбана? Улажняет, успокаивает кожу, уменьшает зуд, восстанавливает защитный барьер кожи, эффективно нормализует микробиом и продлевает период ремиссии атопического драматита. А справа написано, с какой частотой. Это было по французам, проведено серьезное исследование, только французам, есть ссылки и наша отечественная работа, но прежде всего, конечно, они европейские, европейские. Тут очень любопытно вот это сочетание в этом эмоленте, то есть, с одной стороны, это эмолент, увлажняющий, а с другой стороны, за счет вот этой лизата, вот этой непатогенной ничтой бактерии увеличится экспрессия антимикробных пептидов и уменьшается воспаление. То есть, это не просто лизат, который обладает иммуномодулирующим действием, но обладает и противовоспалительным действием, и это тоже доказано, я вам демонстрирую результаты исследований. С другой стороны, добавили, почему стоит буква М, а добавили вот этот, добавили экстракт, натуральный экстракт из корня японской, ну, я бы говорить не могу это слово, во всяком случае, из японского растения, и вот этот микроризоцил, который был выделен из этого корня, он ингибирует формирование биопленок. Коллеги, а вот это очень важно. Что такое биопленки? А биопленки это та структура, в которой бактерии образуют некую колонию, причем они в этой биопленке, она довольно такая, прочная, бактерии чувствуют себя хорошо, и обычные антибактериальные средства неэффективны в отношении вот этих бактерий, может быть. Причем биопленки, это ведь проблема развития биопленок, это проблема резистентности антибактериальной терапии, и это проблема не только со стороны кожи или со стороны слизистых, но сейчас об этом говорят хирурги, об этом говорят травматологи, об этом даже при тяжелых заболеваниях, ну, предположим, при остеомилите внутри кости, тоже были обнаружены биопленки, то есть в любой части органов систем образуют бактерии, вот это сообщество, которое защищает себя от антибиотиков и способствует антибактериальной резистентности, и поэтому содержание вот этого вещества, которое ингибирует формирование биопленок, было показано как золотистый стафилококк, это для дерматитов самый главный, самый вредный микроб, было остановлено развитие золотистого стафилококка. Посмотрите, с одной стороны, в отсутствии этого вещества растительного, а с другой стороны, в присутствии, да, ну, разница очевидна совершенно на этих микроснимках. Но нам чего не хватает обычно, когда мы используем вот вещества вот такие липидовосполняющие, выражено против воспалительного действия. И, как правило, эти препараты содержат еще в своей, в своем составе дексапантенол, дексапантенол, довольно много таких препаратов, содержащих дексапантенол, там отличается основа, но какие-то добавки, и вот у Ля Рушпазе тоже есть такой крем, называется он цикопласт, запомните это название, цикопласт, мультивосстанавливающее средство, то есть у него есть все плюсы, те, о которых я говорила, но так как в него входит еще и пантенол, он оказывает вот такое противоспалительно восстанавливающее средство, его используют очень широко при различных воспалениях. У нас он был на исследовании, когда мы лечили, использовали у детей с пеленочным драматитом, я думаю, что многие знают и берут его с собой, там, предположим, в отпуск, когда есть какие-то потертости, аждоги, небольшие, какое-то небольшое кожное распаление, потому что он не только увлажняет, успокаивает, восстанавливает гидролипидный барьер, но обладает выраженным противоспалительным и антибактериальным средством за счет вещества, которое тоже хитро называется мотокососит, и вот он ускоряет заживление на два дня и уменьшает вероятность вторичной инфекции, поэтому очень широко используется, существуют цикопласты и для тела, и отдельно для рук, и для губ, но в принципе это тот же самый цикопласт, цикопласт Бауми-Би-5, поэтому обратите на него внимание, попробуйте. Ну вот мы его изучали, у нас было исследование у детишек на припеленочном дерматите, посмотрите, буквально через четыре дня мы использовали, ну естественно, уход, и цикопласты получили такой прекрасный эффект. Итак, гамма-лепикар для пациентов с этапическим дерматитом она предложена изначально, потому что она обладает очищение, основной уход, дополнительный уход, она регулирует баланс микробиома кожи, это уникальное, в отличие от всех других систем очищения, основного ухода и дополнительного ухода, но и создана она, конечно, на основе термальной воды Ля-Рош-ПЦ. Коллеги, в заключение я хотела вам все-таки напомнить, что заболевание кожи у детей это, конечно, мультидисциплинарная проблема, и ребенок придет сначала к педиатру, но порой нам приходится подключать для обсуждения этого здоровья этого малыша и аллерголога, и дерматолога, и гастроэнтеролога, и диетолога, например, те же колики детские, очень новорожденных, очень часто связаны с проблемой со стороны желудочно-кишечного тракта, а эти проблемы могут носить этапический характер. Очень непростые бывают ситуации, поэтому, конечно, мы работаем вместе, но все-таки главное, первое звено защиты здоровья наших детей это педиатр, поэтому я всегда восхищаюсь педиатрами, которые работают с детьми, врачи первичных звенов, мы читаем лекции на факультете совершенственных врачей, у нас не только студенческая кафедра, но и фуфовская, я с огромным уважением и почтением отношусь к этой очень-очень непростой и очень тяжелой достаточно работе, и к вашему опыту и сколько знаний и души и времени вы уделяете вашим детям, поэтому я очень надеюсь, что вот эта моя небольшая лекция была полезна для педиатров, которые впервые увидят ребенка с сухой кожей. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok